Гарик Мазор. Мой вопрос может быть странным, но тем не менее, по существу. А зачем избавляться от Путина? Что вместо этого Путина в России совсем другой Путин пришел? Третий, четвертый, пятый. Какая разница, как будут себя интерпретировать следующие Путины? При царях менять монархов на престоле бесполезно. Душили, травили, ну, ну, и так далее. Поменяют Путина его эгибиско-олигархический абсолютистский режим на другой абсолютистский режим, который будет более по погоде, и все. Вместо одного монарха будет другой. Или не монарх. Новая система глобального абсолютизма, которая сейчас так быстро развивается в мире, зачем менять путь? Не лучше ли заняться тем, чтобы заботиться о себе, о своей семье, о близких? Так, Гарик Мазор из Израиля. Гарик. Противоречие в том, что вы говорите. Вы говорите, не лучше ли заботиться о семье, о себе. Ну, на самом деле, этим люди и занимаются. А, ну, для очень малой части граждан, вопросы там свободы, воли, свобода слова существенны. Вы правы. Для большинства это вот личная жизнь, самое главное. Но, понимаете, режим Путина, чекистов, вошел в противоречие с задачей, так сказать, выживания простых людей, семей. Он неэффективен. Он ликвидировал, так сказать, рыночную экономику, ну, вообще экономику, там, распределительную даже, если хотите. Ну, это то, что они создали, это такое корпоративное государство. Это не рыночная экономика, а рыночная экономика под контролем и управлением государства. Вот. Значит, ну, не работает. Народ беднеет очень быстро. Было соглашение с этой властью о том, что они обеспечивают нормальную жизнь, а народ не выступает. Они не особенно обеспечивали, они паразитировали на высоких ценах на нефть. Системные либералы предупреждали их об этом, о том, что это может в любой момент закончиться. Предлагали создать, там, большой фонд, развивать экономику. Ну, вот фонд, там, более-менее создали, из которого, там, приворовывали, там, решали свои проблемы. Там, в Якунину, там, 30 миллиардов. Одно перечисление только в Швейцарию и в Германию. Не работает. Не работает экономика, люди беднеют. Малый бизнес. Упали цены на нефть, и похоже, что они больше и не погибутся, так как это было, там, 140 долларов за пароль. Кончается нефтяная экономика. Экономика становится уже другой. А ничего эти ребята не создали. Создали механизм откачки, довольно эффективный, работает. Вот, откачки ресурсов, денег. А малый экономик, малый бизнес, нормальную экономику, рыночную, они не развивают, она для них опасна. Эти независимые предприниматели, они, вон, поддерживали оппозицию, самостоятельные, там, думали о том, как избрать себе нормальную власть. Но это не нравится Путину, его окружению. Поэтому тут не проблема, как вам кажется, заниматься, там, своей жизнью или заниматься политикой. Понимаете, они в такой степени неэффективны, в такой степени неумелы и вредны для граждан, что они наносят ущерб, ну, вот, каждому человеку. Я понимаю, там, из Израиля это все видится, там, по-другому, издалека. Я, кстати, обращал на это внимание. Там, события в Украине, украинской эмиграции рассматриваются, ну, совершенно под какими-то странными углами. Такое катастрофическое непонимание того, что там происходит. Люди не вникают в детали. То же самое я смотрю у вас. Путин хорош, плох, неважно. Следующий будет таким же. Ну, даже если спуститься на уровень, именно спуститься на уровень ваших рассуждений, то, если следующий будет таким же неэффективным, с ним будут бороться. Путин опасен для большинства не тем, что он, там, контролирует средства массовой информации. Это интересует, там, несколько процентов интеллектуальную часть общества. Для них это невыносимые условия. А для большинства просто не выживает. Государство не выживает. Нет работы, нет зарплаты. Так что, ну, более чем естественна борьба с Путиным. Продолжение следует...